В наше время каждая женщина хочет быть красивой. Наводить красоту-то болячки предпочитают в салонах красоты. Считают, на этом экономить нельзя. Доверяю домашним специалистам. Я не знаю, обрабатывают ли они инструменты, как они их обрабатывают, как часто это происходит. Честно говоря, вообще никакого доверия нет. Поэтому я в салон, когда прихожу, вижу, что они достают одноразовые инструменты, обработанные, и все, мне больше ничего не нужно. Потому что профессионалы, я думаю, все-таки больше занимаются именно в специальных учреждениях. И образование, наверное, имеет роль какую-то? Ну, конечно, естественно, образование имеет основную роль. Наверное, кому-то удобно в салоне, кому-то на дому. Я лично предпочитаю в салоне, потому что меня ничто не сдерживает дома. Мне удобнее, конечно, идти в салон. Ну, а в целях безопасности, если? Ну, здесь нужно выбирать уже проверенного мастера, безусловно. Лично мой случай был, когда мне просто испортили полностью ногтевую пластину. И мне приходилось, наверное, около трех месяцев восстанавливать ее обратно. Обращения ко врачу после неудачных процедур хватает. Одна из самых распространенных проблем – грибок. Лечить его сложно. По нашей части, значит, к нам обращается достаточно много пациентов с проблемами, с жалобами на поражение ногтевых пластинок кистей, стоп. Основные жалобы какие? Изменение цвета ногтевой пластинки, то есть ноготь желтеет, утолщается, крошится. Основная причина – некачественно обработанные инструменты. Пренебрежение санитарными нормами – первый признак низкой квалификации сотрудников салонов. А это в том числе от недостатка образования. Редко в каком салоне и тем более на дому найдется специалист с медицинским дипломом. Теперь проблема с неквалифицированными кадрами будет решена. Дипломированных специалистов для индустрии красоты начнут готовить в Тобольске. В медколледже уже идет набор на новую специальность – технолог эстетических услуг. Оборудование в учебных классах, как в современных салонах красоты преподавателей-медики. Первое правило – медицины не навреди. И поэтому, когда мы приходим к специалисту по маникюру, к специалисту по косметологии, мы хотим, чтобы эта услуга была оказана качественно. Мы учим обрабатывать руки, учим обрабатывать поверхности, учим заботиться о безопасности собственного специалиста и заботиться о здоровье клиента. Для того, чтобы клиент вышел довольный, счастливый, красивый и здоровый. Это очень важно. Набрать планируют 25 человек. За два года, 10 месяцев студенты освоят все премудрости профессии, станут настоящими мастерами красоты. Косметологами, визажистами, стилистами, мастерами маникюра и педикюра в одном лице. Елена Макова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова